всем привет на своих наушниках sony mdr xb700 я буду показывать пример как заменить на наушниках в принципе любой подобной серии амбушюры вот что произошло после четырех-пяти лет использования амбушюр как видите здесь они конкретно так поистрепались да то есть весь материал в принципе облупился и он постоянно оседает на ушах это очень неприятно он постоянно продолжает да вот облупливаться причем вот с этой стороны вот здесь он отличный здесь он отличный здесь он отличный именно внутренняя часть та которая больше всего потеет потому что эти наушники очень плотно сидят на ушах ну не то чтобы очень плотно они достаточно плотно закрывают ухо и поэтому летом например в них достаточно хорошо так потеет голова особенно если у вас в комнате нет кондиционера вот так как эти наушники я использовал достаточно активно то конечно же пришло время когда эти амбушюры конкретно так по износились может быть где-то год назад я показывал на своем канале вот такие амбушюры которые пришли мне с алиэкспресса они в точности сделаны как у оригинальных sony mdr xb700 в принципе там можно заказать насколько я помню даже на 1000 модель и на 500 более младшую модель у которой амбушюра чуть поменьше ну и динамик соответственно там поменьше и так как разобрать наушники здесь по кругу у нас идет три болта я их все открутил и тем самым вытащил вот эту вот всю чашку на самом деле нужно было выкрутить всего лишь один болт три болта у нас крепят вот эту всю чашку один болт один единственный он крепит у нас вот это вот пластиковое крепление вот на этой стороне вы можете видеть это пластиковое крепление является двойным и является таким зажимом и в этот зажим вставляется у нас собственно сама амбушюра то есть вот здесь если отщелкнуть вот эти вот защелочки то амбушюрка у нас вытащится то есть для того чтобы снять грубо говоря амбушюру нам нужно первое раскрутить один болт который держит вот эту пластиковую накладку потом сделать такое движение рукой на в сторону вытащить потом здесь снять пластиковую защиту и у нас амбушюра вытащится вставить новую амбушюру сюда застегнуть на пластиковую защиту опять провернуть надеть образно говоря и зафиксировать это дело болтом все больше ничего делать не нужно я же пошел как бы более сложным путем я просто не знал как внутри они выглядят и где-то на ютубе я не искал ролики как это все делать поэтому вот было достаточно тяжело мне это все дело сделать потому что сюда вот подлезть вот там видите они находятся глубоко достаточно поэтому туда подлезть тяжело кстати мы сейчас видим как раз именно два болтика рядом то есть вот так вот расположены три болтика у нас по кругу рядом с одним из них находится второй вот этот второй он как раз и фиксирует вот эту вот пластиковую крутилочку на которую у нас закреплена сама амбушюра так вот выкрутить нужно именно вот этот второй больше ничего выкручивать не нужно теперь давайте разберем непосредственно вот эту часть так снимается это кольцо достаточно просто нужно лишь вот эти вот штуковины все поддеть как видите я немножко покоцал это кольцо но главное чтобы она у вас сохранилась и не было сломано поднимается она вот такой вверх после того как вы эти пазы освободите все эти ну штуковины до пластиковую вот поднимаете вверх а вот это у нас часть уходит вот сюда вот вниз как видите здесь у нас именно находится вот эта строчка вот этот шов эта часть у нас уходит вниз вытаскивается и ставится сюда уже другая амбушюра вот таким вот образом натягивается вот отлично вот теперь у нас это кольцо в принципе его можно было бы из этого края вот так вот засунуть очень похоже этот весь процесс на бортировку на разбортировку колеса велосипедного вот здесь теперь у нас шовчик идет полностью по этому по этой каем очки сейчас мы все это дело подгоним чтобы она все было у нас ровненько и в принципе можно приступать к тому чтобы защелкивать сверху у нас крышку пластиковую вот эту которую мы сняли она у нас и будет прижимать здесь вот с краю непосредственно амбушюру вот я выставил кольцо максимально ровно как видите не внутри у нас ничего не торчит не таращится ни снаружи у нас все идеально теперь сверху нужно защелкнуть кольцо и я считаю что в принципе замена на этом уже в принципе на 80 процентов сделано защелкиваем кольцо аккуратненько чтобы у нас ничего не начало торчать после этого да этот процесс не не самый простой и не самый приятный особенно когда вы вспоминаете о цене этих наушников да то есть сейчас эти наушники очень тяжело найти и стоят они где-то в районе 350 долларов сказочная цена и и и последний край хоть это и было тяжело сделать но я это сделал как видите кольцо встала идеально ровно ничего у нас здесь не торчит все достаточно ровненько все в принципе так как оно и было изначально теперь можно вот так вот по изгаляться до грубо говоря чтобы проверить насколько у нас качественно там все это дело вошло чтобы потом на процессе на этапе когда мы уже это все соберем у нас не было неприятных сюрпризов что например амбушюра где-то у нас вылезет да поэтому вот так вот тщательно все это дело проверяем смотрим чтобы у нас ничего не повылезало и уже после этого можно в принципе ее собирать как видим у нас все четенько и с внешней стороны и с внутренней стороны теперь можно собирать вот эту штуку мы просто вкручиваем вот сюда видите вот здесь вот пазы вот такие вот специальные они у нас сделаны под непосредственно вот эти вот кусочки пластика но ведь я не не обладаю всеми этими терминами под вот эти выступы то есть вот эти выступы должны у нас встать вот сюда непосредственно и уже после этого они будут закручиваться у нас здесь есть ориентир вот эта вот часть куда вкручивается непосредственно у нас крепление она у нас находится вот здесь вот здесь у нас находится поэтому нам нужно вставить в эти пазы так, чтобы эта часть у нас совпала крепление у нас совпало пластиковое, вместе с тем отверстием, которое у нас было там под него, туда мы вставляем винтик, который у нас остался вот этот маленький, и все, и фиксируем после этого у нас в принципе можно считать одну амбушюру замененной по поводу отверточек очень тяжело найти мне было отверточки такого диаметра, поэтому я использую такую пилочку для ногтей к сожалению, это единственное, что у меня подошло, для того, чтобы более не менее качественно это все дело раскрутить, винтики достаточно качественно сделаны, как в принципе вся японская продукция, поэтому слизать как бы крестовину вам будет тяжело, но все равно постарайтесь найти подходящую отвертку, для того, чтобы все-таки сделать все это дело качественно ну что ж, одну амбушюру я заменил как видите, здесь у нас все новенькое ничего у нас не облупливается, вторая вторая еще подлежит замене на этом, я думаю, можно закончить видео я буду уже непосредственно это все делать не записывая на видео, но я думаю принцип вы поняли, как видите, вот одна у нас полностью в хлам поизносилась, другая у нас новенькая и думаю, что это видео было кому-то полезным ставьте пальцы вверх, если это так, подписывайтесь на канал не забывайте делиться этим видео в социальных сетях и задавайте вопросы в комментариях не забудьте пользоваться действительно той отверткой, которая подойдет сюда не используя какие-то предметы, как это сделал я посторонние, потому что все-таки повредить наушники и повредить болтики, которые там находятся, это достаточно неприятно особенно учитывая то, что цена этих наушников не дешевая хорошего настроения, подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте пока Субтитры сделал DimaTorzok